Сразу несколько инициатив главы Вологда Евгения Шулепова поддержал Союз городов Центра и Северо-Запада России на общем съезде, который прошел в Череповце. Речь идет о предложениях, связанных с переселением людей из ветхого и аварийного жилья, а также застройки города. Детали в материале Марии Суворовой. Ярославль, Великий Новгород, Нарьян Марс, Иктывкар, Вологда и представители еще десятка городов. Ежегодное собрание Союза городов Центра и Северо-Запада России на этот раз прошло в Череповце. На повестке дня важнейшие задачи, которые новые условия поставили перед муниципалитетами. Мы сможем выработать такие решения, которые помогут нам выстоять в эти непростые времена и наращивать свой экономический потенциал для того, чтобы двигаться вперед, двигаться дальше. Увеличивая объемы производства, увеличивая индексы промышленного производства, увеличивая субсидии, субвенции, направляемые в муниципальное образование, на строительство социальной инфраструктуры. И первый вопрос – выполнение президентского указа о переселении из ветхого и аварийного жилья. Дома, признанные таковыми до 2012 года, должны быть расселены к сентябрю 2017-го, то есть примерно через два года. Только в нескольких молодых городах, Коряжме, Нарьянмаре и Череповце этот вопрос не стоит. Для остальных сегодня это одна из ключевых задач. Это один из главных на сегодняшний день вопросов, из главных проблем социально важных, потому что жилье для людей – это самое главное. И, конечно же, ветхое жилье в первую очередь. Особенно остро этот вопрос стоит в старинных городах – Кострома, Смоленск, Старая Русса и Вологда. Здесь выполнение программы может потребовать дополнительного времени, заявляют руководители муниципалитетов. Древняя история имеет и оборотную сторону. Это большой деревянный фонд. В Вологде он, кстати, самый крупный на северо-западе. Это множество ветхих домов. Поэтому глава Вологды Евгений Шулепов выступил с инициативой продлить сроки реализации программы до 2020 года. В областной столице работа по расселению ведется непрерывно уже 8 лет подряд. Только в прошлом году было построено 35 тысяч квадратных метров жилья для переселенцев. Тем не менее, в очереди еще более 1400 семей. Строительство для них новых квартир потребует почти 3 миллиардов рублей. Потому в эту работу городские власти активно привлекают бизнес. Уже определено 15 застроенных территорий, на которых жилье для переселения из ветхих домов будут строить предприниматели. Для нас очень важно создать такие условия для предприятий, кто участвует в этой программе, чтобы это было им выгодно. Таким образом, вместе из всех источников, из федерального источника, из областного, за счет городского бюджета, за счет бизнеса, ну и, конечно же, за счет самих граждан, вот из этих пяти источников, я думаю, что нам реально решить задачу по расселению из аварийного жилья. Предложение «Союз городов» поддержал единогласно, так же, как и ряд других инициатив главы, направленных на развитие городского строительства. В частности, Евгений Шулепов предложил снизить ипотечную ставку, пересмотреть обязательные объемы жилья эконом-класса для небольших городов. Особое внимание уделил бесплатным земельным участкам для многодетных семей. Предлагаем разработать отдельную программу, направленную на инвестирование инженерной инфраструктуры для определенных категорий населения. Конечно же, в первую очередь, для многодетных семей. Кроме того, главы муниципалитетов обменялись опытом реализации различных проектов – социальных, спортивных, транспортных, культурных. Именно за них Вологда получила дипломы международного смотра конкурса городских практик. Жюри отметила активную работу в сфере государственно-частного партнерства, привлечения инвестиций, а также активного участия в Волокжан в жизни Вологды.